Что мне делать? Сядь поудобней и наслаждайся. Крупнейшая в мире база данных о кинематографе насчитывает более 6,5 миллионов кинофильмов и телесериалов. И каждый день она постоянно пополняется десятками новых картин. Я больше не могу так! Так что выбрать кино на вечер действительно сложная задача. Постараюсь немного облегчить её. Вот 10 новых фильмов, вышедших в хорошем качестве буквально вот за последний месяц. Война будущего Новый фантастический боевик с Крисом Праттом в главной роли и первый фильм, в котором Пратт стал исполнительным продюсером. Картина рассказывает о будущем, где идёт разрушительная война с инопланетной расой. В попытке переломить ход конфликта военные из будущего начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. Один из завербованных — это учитель средней школы и семьянин Дэн Форестер, который, в свою очередь, и должен решить исход конфликта, ну и судьбу будущего для человечества. Как и во многих фильмах о путешествиях во времени, сценарий этого подкинет пару-тройку логических несостыковок. Но при этом фильм действительно масштабный, зрелищный и эффектный. Это отличный летний блокбастер, который было бы здорово смотреть именно на большом экране. Но фильм вышел на стриминговой платформе сразу онлайн. Длится он 140 минут, но ни на секунду не даёт заскучать. И без недостатков, конечно, но это всё же не мешает ему быть достаточно интересным и захватывающим зрелищем. Круэлла Круэлла Дэвиль — это модная злодейка и любительница пятнистого меха из 101 Далматинца. Фильм рассказывает предысторию этой героини, исполняет которую Эмма Стоун. Действие разворачивается в 70-е, когда ещё не было Круэллы, а была Эстелла, и она мечтала стать модельером. В 12 лет она потеряла родителей и оказалась в Лондоне без гроша в кармане. Но однажды случайная встреча приводит Эстеллу в мир её мечты. И оказывается, она готова пойти на многое, чтобы пробиться наверх. Вообще, картина не совсем похожа на последние диснеевские покадровые экранизации. Это, скорее, полностью анти-диснеевский фильм в стиле фэшн-панк. Динамичный, увлекательный, не затянутый, несмотря на двухчасовой хронометраж. А главная героиня здесь гораздо более интересная личность, чем плоская злодейка из первоисточника. Армия мертвецов Новый фильм от Зака Снайдера и Нетфрикс, в котором автор возвращается к своим истокам. Когда-то он дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Рассвет мертвецов». Это был ремейк классического хоррора Джорджа Ромера. И вот снова зомби. Действие картины происходит в Лас-Вегасе во время зомби-апокалипсиса, когда вовсю царит беспредел и мародёрство. На город решают сбросить малотоннажную атомную бомбу. И владелец одного из казино Лас-Вегаса поручает группе наёмников забрать оставшиеся в хранилище 200 миллионов долларов, пока не рвануло. Фильм показывает ровно то, что обещал автор перед премьерой. Почти непрерывный трёхчасовой экшен с участием сотен зомби. Сюжет прямолинейный просто, а герои иногда принимают идиотские, нелогичные решения. Но эти огрехи с лихвой компенсируют экшен и постановка. В общем, добротный боевик, смотрящийся на одном дыхании и без претензий на что-то большее в рамках жанра. Грёбанный зомби-тигр. Это уже за гранью. Отцовство. Комедийная мелодрама с Кевином Хартом в главной роли. Основой для сюжета стали мемуары, ставшие бестселлером 2011 года от отца-одиночки Мэтта Логилина. Супруга Мэтта умерла после ротов, и теперь он должен в одиночку растить дочь. Фильм сохраняет всех действующих лиц реальной истории без изменений с их настоящими именами и рассказывает её, отталкиваясь от первоисточника без каких-то больших художественных преувеличений. Кто-то неподалёку режет лук или ещё что, я не знаю. В целом, картина вполне достойная, но и не без некоторых клише, конечно. Здесь нет ни излишней сентиментальности, ни туалетного юмора. Это добрая и трогательная история о том, как пережить горе и заново научиться быть счастливым. Заклятье 3 по воле дьявола Третья часть известной хоррор-франшизы про охотников за призраками Лорен и Эда Уорренов. В центре сюжета этой части, основанной на реальных событиях, судебный процесс над Арни Шайеном Джонсоном. В 1981 году он убил работодателя своей девушки, а после ареста заявил, что находился под влиянием дьявола, который вселился в его тело. Кажется, я ранил кого-то. Авторы картины постарались воспроизвести этот случай достаточно точно, поэтому третья часть вышла не только интересной, но и познавательной, а по жанру больше похожа на детективную историю, сдобренную элементами хоррора. Они здесь хоть и шаблонны, да неприличия, но при этом реализованы технически очень качественно. Да и фильм не такой страшный, как первая часть, но зато динамичный и интересный. Лорей! Эд! Великий. Это увлекательный и актуальный рассказ о событиях, которые на самом деле происходят постоянно в разных частях планеты. В основе фильма лежит реальная история популярного военного фотографа Юджина Смита. Его роль и роль продюсера здесь исполняет Джонни Депп, которого сейчас, в силу обстоятельств, на экранах совсем мало видно. По сюжету фильма Юджин переживает профессиональный кризис. Раньше ему часто приходилось бывать в зоне боевых действий, и вследствие этого у него развился посттравматический синдром. И из-за проблем со здоровьем еще испортились отношения с издателями. Однажды в баре он знакомится с японкой, которая рассказывает ему о странной болезни, поразившей жителей прибрежного городка Миномата. И вот фотограф решает туда отправиться. Фильм на самом деле неспешный, местами медитативный, но завораживающий и заставляющий думать. «Пила. Спираль». Это уже девятый фильм и заодно перез... «Сопротивление». Это военная драма по мотивам биографии французского мима Марселя Марсо, который стал всемирно известным благодаря своему образу клоуна Бипа. Роль его исполнил Джейси Айзенберг. «Ты клоун в борделе, переодетый Гитлером». Но мало кто знает, что Марсель Марсо вел активную деятельность во французском сопротивлении времен Второй мировой войны. Именно на этой странице его истории фильм и основан. По сюжету, после того, как нацисты оккупируют Францию, юный Марсель вызывается участвовать в операции по спасению еврейских сирот. Он хочет переправить группу детей из приюта под Парижем в Швейцарию прямо под носом у немцев. Фильм привлекает внимание с первых же минут, и во многом это потому, что часть истории мы видим глазами детей. Но сама история не так, чтобы прям цепляет за душу. Вышло достаточно спокойно, но интересно и познавательно. «Бесконечность» — это первый большой релиз для стриминга «Парамоунт Плюс». Этот фантастический боевик больше года не могли выпустить в кинотеатрах. Сначала из-за досъемок, потом из-за пандемии коронавируса. И вот новый фильм с Марком Уолбергом всё-таки добрался до зрителей. По сюжету главный герой обнаруживает, что его галлюцинации — это видение из прошлых жизней. Также он узнаёт, что существует некая секретная группа под названием «Бесконечность». Это такое тайное общество людей со схожим даром, которые ведут непрекращающуюся войну за жизнь всего живого. Удивить зрителя чем-то новым и необычным в плане сюжета фильм не сможет. Сейчас уже хватает подобного. Но преимущество перед другими всё же есть. Это зрелищность и динамичность. Визуально фильм выглядит красиво, эффектно и впечатающе. Выбор Фредерика Фитцела. Канадский психологический детективный триллер от режиссёра Кристофера Макбрайда. Главные роли в картине сыграли Дилан О'Брайен из «Бегущего в лабиринте» недавнего «Любовь и монстры» и Майка Монро из «Оно следует за тобой». Рассказывает выбор Фредерика Фитцела о Фредерике Фитцеле. У него кризис среднего возраста, и он задаётся множеством вопросов о том, как дальше жить и что делать. Но внезапная встреча с человеком из прошлого всё меняет. Герои начинают преследовать видение с участием бывшей одноклассницы, которая бесследно пропала ещё в старшей школе. И Фред решает докопаться до эсси. Блин, это была убойная штука. Я уже на следующий день не помнил ни хрена. При просмотре фильма лучше вообще забыть о привычном делении времени на прошлое, настоящее и будущее. Потому что это только усложнит восприятие и без того запутанного фильма. Ну а вообще это довольно крепкий психологический триллер, который потребует от вас терпения. Ну, чтобы осилить первую его часть, которая может показаться банальной и скучной. На этом всё. Спасибо за внимание и удачи. 50 видов таблеток не сработали, потому что я реинкарнация русского кузнеца? Субтитры таблетки.